Привет дорогие друзья! Моя задача говорить вам правду, рассказывать вам то, чего вам другие не расскажут. В частности, когда я рассказал вам правду о том, что покончил с собой, к сожалению, солдат ВСУ, долго приготовляясь, установив камеру и подбадриваемый своим сослужимцем, это в зоне ООС, так называемой, раньше была зона АТО, то это вызвало, конечно же, определенное бурление, в частности, руководство ВСУ получило доклад, оказывается, было проведено серьезнейшее расследование о том, откуда появилось данное видео, они пришли к выводу, что данное видео получил я, скорее всего, я его получил не от прокурорских, не от солдат, а от полиции. И они пришли к выводу здесь, тут руководитель главного управления военной службы, генерал-майор, и они пришли к выводу, что надо, короче, скрывать эти вещи, то есть, понятно, что с этим надо как что-то делать, потому что солдаты кончают с собой регулярно и постоянно. Но они пришли к выводу, что, наверное, главным, как панацея от всего, это скрывать. И у них получается, потому что в средствах массовой информации, я кавычу, да, подается интересная информация, а они подают ее вам. К примеру, в зоне ООС умер солдат, это тот, который застрелился, умер, вот, вот Украинформ честнейший, в зоне ООС умер солдат из Винницкой области. Обстоятельства уточняются. Когда вот такое пишут вам, обстоятельства уточняются, это значит, что больше информации вы никогда не получите, потому что вы забудете про эту новость, и ее вытеснят какие-то другие новости. Обстоятельства были уточнены, было абсолютно очевидно, что он застрелился, потому что они сразу обнаружили видео с его самоубийством, где все понятно. Тем не менее, обстоятельства уточняются, умер, и вот таких вот умерших огромное-огромное количество. Об этом и говорил экс-военный прокурор Матиас, что потери не боевые, превысили уже боевые. Но об этом не принято говорить. А я говорю, и поэтому я вам показываю новый инцидент, который произошел 14 апреля. Конечно же, вам о нем не расскажут. Итак, некий солдат срочной службы в военной части А-1912 совершил самоубийство. Об этом вам не расскажут вообще ничего. Фишка в том, что эта военная часть находится на Житомирщине. И там и раньше происходили достаточно странные вещи. К примеру, год назад трех солдат там обнаружили мертвыми в квартире. Не было обнаружено у них никаких телесных повреждений. И пришли к выводу, что они задохнулись угарным газом. Чем именно они задохнулись? Что именно они употребляли? Мы не знаем и скорее всего, ну уже точно, никогда в жизни не узнаем. И вот попадают ко мне в руки документы. И мы теперь имеем возможность узнать, что же там случилось и почему это там случилось. Итак, проверка воинской части А-1912. В новостях искал, ничего не нашел. Итак, 14 апреля солдат Дорогинский совершил выстрел себе в подбородок. Скорее всего, стоя на коленях, приложив АК-74 к грудям. И тут описывается, кто первым услышал, кто туда побежал, резервные группы, как они осматривали место происшествия. Но тут интересно, из-за чего это происходит. И мне кажется, это очень важно. В плане того, ну в частности, кого призывают, скажем так. Вот кого призывают в армию, кому дают оружие. Со слов сослуживца солдата установлено, что между солдатом и его девушкой Яной имела место какая-то словарная суперечка из-за ревности. Вот они из-за ревности и тогда и был получен скрин переписки из телефона. Что совершил солдат? Фишка в том, что он не просто застрелился, а он застрелился, перед этим нарисовав сердечко. Это здесь же в материалах, можете его замедлить, почитать. Он нарисовал сердечко и слово Яна. Да, ну в принципе в армии и раньше стрелялись из-за этого. Но мне кажется, что на это надо обращать внимание, однозначно. Вот здесь вот он совершил, собственно, самоубийство. Вот здесь вот место. А теперь читаем переписку, да. Короче, все плохо. Чого? В мене телефон нашли. Ого, в смысле? В прямом. Тут я должен обратить внимание, но вообще как? Вот на все, в принципе. Хоть не за мене. Та ні. Там, короче, таке я зробил. Яке? Ну пока что не побалакаем. Тиждень-два. А потом что-то решу. Ясно. Ты мене любишь? Да, а шо? Ну, дальше конец, собственно, переписки. Я просто обратил внимание, это же все в симбиозе. Вы понимаете, фишка в чем? Это все в симбиозе. То, как они учатся. То, как они все. Так, так, так. Я тебя тоже люблю. Честно. Да. Та хорошо. Вибачаю, сьогодні не поговорим по связи, бо нема ні сил, ні настрою. Я пару деньків отойду і поговорим. Та нічого я понимаю. Цомкою мою воену. Цом-цом, цом-цом. Зайчузка, сегодня тот день, когда я оцінил ценность своей жизни. І нашу люблю. Блин, какой же я был дурак, шо так с тобою поступил. Вот это вот, собственно, и есть переписка. Мы можем об этом знать. Потому что этим людям доверяется оружие. И регулярно происходят такие случаи. Мы о них не узнаем, к сожалению. Эти случаи тщательно скрывают. Я это уже показывал. Есть целое распоряжение, чтобы скрывать такого рода случаи. Вы, наверное, знаете, что у нас в армии есть и небоевые потери. Потери, которые даже несоизмеримы с боевыми, потому что небоевых больше. Кто должен нести ответственность за самоубийство, массовое самоубийство в украинской армии? Массовое самоубийство. Ну, они, предстоит, ну... Бывают суициды. Это каждый случай индивидуальный. Здесь нельзя, нет рецепта, к сожалению. Тут, что если... Бывают случаи доведения до самоубийства. Это статья уголовного хода. Это за это уголовно должен отвечать непосредственный командир. Если это, ну, какие-то жизненные сожжившиеся обстоятельства, там, психологический климат, какого-то стресс, это надо заниматься этим, ну, обычно это ответственность командира. Потому что вы же знаете, что не сообщается общественности, что была совершена небоевая потеря, что человек покончил жизнь самоубийством. То есть это может числиться, как будто это была атака противника. Ну, армия большой организм, там разного рода истории случаются, к сожалению, да, но массово я такой ситуации вообще не наблюдаю. Мы же в профильном комитете находимся, каждое утро получаем сводки, разбираемся с этими сводками. Так вы думаете, может быть, вам просто о них не сообщают? Не, я думаю, что... Их просто записывают как боевую потерю? Я же сослуживцы. Могут что-то иногда записывать, наверное, боевую потерю в каких-то случаях, для того, чтобы семья погибшего имела возможность получения необходимых выборов. На самом деле человек покончил жизнь самоубийством. Ну, такое может быть, я говорю, я сейчас не говорю на каких-то примерах, но теоретически допускаю такую вероятность. Но это, мне кажется, ну, как бы тоже с точки зрения общественной морали тоже понятно. Если люди в армии, как коллектив, и кто-то там из-за стресса или всего-то похоже с самоубийством, а семья осталась одна, то они как бы делают так, чтобы семья имела какую-то возможность жить дальше. Окей, хорошо, спасибо большое. Таким образом, мы нашли очень простое объяснение, простое и неожиданное лично для меня объяснение, почему эти небоевые потери зачастую записывают в зоне ООС в боевые потери, и почему так неохотно сообщают о случаях самоубийства, для того, чтобы семьи получали выплаты, как по боевым. Вопрос снят, буду продолжать извещать вас. Пока. Подняли в вашу руку, попросили в город создать рабочую группу. Для того, чтобы были ответы на все вопросы, было в какой-то месте, мы инициировали создание вот этой рабочей группы. Сделаем форму для вас, писали заявление, что вы даете согласие на то, что хотите переехать. Ага. Пишите, тут, собственно говоря, все просто. Все, хорошо. Мы за выходные сделаем. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok